Правительство России распределило 785 миллионов рублей между регионами в рамках госпрограммы по развитию спорта. Ненецкий округ в этот список не попал. Позиция федерального центра достаточно жесткая. Целевые субсидии мы не получим до тех пор, пока не завершим строительство спортивного долгостроя. Речь идет о Фоке-Вамдерме. Его возведение началось еще в 2009 году с разработки проектно-сметной документации. Сдать объект планировали в 2011. Что пошло не так и когда физкультурно-оздоровительный комплекс откроет свои двери для посетителей в материале выпуска. Компания сейчас в банкротстве, ну и естественно контракт расторгнут с ней. Контракт расторгнут, строительство приостановлено. Ситуация для региона до боли знакомая. Фоке-Вамдерме попал в список долгостроев благодаря архангельской компании «Стройспецмонтаж». Подрядчика, как обычно, определили в ходе аукциона. С этого момента и начались все проблемы. Сначала компания не сумела вовремя в навигацию 2010 года завести необходимые стройматериалы. Затем, несмотря на их наличие, выполняла незначительные объемы работ, которые заказчик не принимал. Когда срок сдачи объекта вышел, а на календаре нарисовался 2012 год, заказчик отправился в суд. Мы подали в арбитражный суд Архангельской области на расторжение данного контракта в связи с неисполнением подрядной организации своих взятых обязательств. Но, однако, суд нашу сторону не принял. Посчитал, что подрядчик принимает необходимые меры к строительству объекта. Опять-таки, решение суда не комментируемо. Вместе с тем, подрядчик выполнял свои обязательства эпизодически, периодически. Немножко начнет – закончит, начнет – закончит. Осенью 2012 года подрядчик возобновил строительство объекта, но уже через год после завершения монтажа плит перекрытия была выявлена просадка фундамента здания. Строя спецмонтаж организовал проведение дополнительных инженерно-геологических изысканий. В конце июля 2014-го специалисты разработали проектное решение по дополнительному погружению свай до вечной мерзлоты. В том же году работы были выполнены. Казалось бы, уже виден свет в конце туннеля. По уточненному графику, окончание работ было запланировано на август 2015-го, но в марте подрядчика признали банкротом. Мы находимся в реестре кредиторов данной организации, но вместе с тем, наверное, стоит отметить, что вряд ли, наверное, что-то от неё удастся вообще взыскать, как говорится. Там штрафные санкции за просрочки и тому подобное. Между тем, долг недобросовестного подрядчика на сегодняшний день составляет более 9 миллионов рублей. Напомню, стоимость ФОКа в Амдерме составила почти 52 миллиона. Средства на строительство выделялись из трёх бюджетов – федерального, регионального и районного. Не став в эксплуатацию ФОК, Ненецкий округ фактически не выполнил взятые на себя обязательства, предусмотренные целевой федеральной программой. Ну вот получается, что до того периода, пока мы не построим этот ФОК, мы не сможем претендовать на получение субсидий с федерального бюджета на программы по развитию федерального и спорта. По словам Игоря Шевелёва, федеральное средство, которое Ненецкий округ, увы, в этом году не получил, должно было пойти на строительство малобюджетных спортивных сооружений, в том числе спортивных площадок. К слову, сумма немаленькая, тем более при дефицитном бюджете региона. Если смотреть по тем суммам, которые были, по количеству средств, которые были выделены субъектом, от 40 до 60 миллионов, ну, нам, как правило, если вот на практике нам была выделена субсидия в 2015 году на строительство ФОКа в Оксино, то мы получили 20 миллионов на эти цели. Если считать, что весь строительство ФОКа обошлось в Оксино в 53 миллиона, 20 миллионов – это существенная поддержка бюджету. Повторюсь, существенную поддержку из федерального бюджета Ненецкий округ не получит до тех пор, пока не достроит ФОК. По заверениям специалистов администрации Заполярного района, решение о судьбе Андерминского долгостроя уже принято. Строительство возобновят в ближайшее время. Заключен муниципальный контракт с подрядной организацией, с проектной организацией, которая должна к июню месяцу выдать уже проектное решение по завершению строительства непосредственно этого объекта. К концу, наверное, лета будет объявлен контракт на завершение строительства этого объекта. Завершение строительства объекта планируется к ноябрю 2017 года. По обоюдному согласию администрации региона и Заполярного района, завершать строительство район будет за счёт собственного бюджета. И если всё будет так, как говорят специалисты, регион ещё сможет претендовать на получение федеральных средств на развитие физической культуры и спорта. Напомню, госпрограмма рассчитана на период до 2020 года.